человек мне тоже написал письмо, причем у какой-то это странное, у него в почте 666, то есть 666, Мальцев, зачем ты постоянно врешь, ты рассказываешь о живущих в каких-то секретных городах, в которых все нищие, максимальная зарплата 12-15 тысяч, ты смешон, хватит врать, я живу очень далеко от Москвы, городок с населением 100 тысяч, вполне себе нормальный, с голоду никто не умирает, все твое зомбирование лохов основано на лжи, Путин развалил страну ложь, по сравнению с тем, что было до его прихода, Россия превратилась в могущественную державу, и не зря сюда едут миллионы гастарбайтеров на заработки, неужели они такие тупые ехать, зарабатывают в страну, в которой все работают за 12-15 тысяч, надо сказать вот этому придурку, что сегодня Силуанов отметился, отметился очень хорошо, я прочитаю прям цитату, он сказал, мрот для малых предприятий, мрот, вы понимаете, что такое мрот, это 12 тысяч 130 рублей, начиная с 1 января, 12 тысяч 130 рублей, так вот мрот для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, то есть весь фонд оплаты труда в раскидку на одного человека получается 17 тысяч 328 рублей, этот Олух, мне что-то там причесывает про огромные какие-то зарплаты, это Силуанов говорит, это не я говорю, понимаете, 70% от мрот, значит 100% от 17 тысяч, сколько дегенератов, вот это, дальше Путин ворует ложь, расскажите, что он украл и где хранит украденое, обхохочется, да, уже огромное количество банков разогнали нахер из-за того, что отмывали с Путиным деньги в Европе, да, эстонский в частности, датский филиал банка, и сейчас другие разгоняются, да, там 237 миллиардов долларов отмыл со своим двоюродным братом Путин, это он не своровал, вилончельный 2 миллиарда с Оралдугиным, это нифига не своровал, слышь ты, лох, ёлки-палки, мы возьмем власть, ты все это узнаешь, Путин тебе сам расскажет, а если не успеет, там успеет яд сожрать, кто-то другой расскажет, сколько братец его двоюродный или еще, сколько они воровали, все ты это узнаешь, потом будешь кричать, как же меня обманывали, вот этого дебила, Путин помогает друзьям воровать ложь, кто из вас назначает ему друзей, или он сам вам об этом сказал, конечно, сам возьми Путинскую энциклопедию прочитать, это его энциклопедия, написано его людьми, с его там автографами, и там все его дружки есть, Ковальчуки, Рутенберги и все остальные, представляете, жуть какая, ты тут, чувак, ну я не буду все письмо, оно огромное, ну там, ты, Мальцев, работаешь на Запад, тексты тебе сочиняют, профессиональные психологи, твоя цель вызвать недовольство властью и возможно совершить переворот, если так все хорошо, как ты говоришь, придурок, то какой переворот возможен, или ты думаешь, что узнают, посмотрят Мальцева, от хорошей жизни, от хорошей жизни сидят и смотрят Мальцева, посмотрят, узнают, как плохо народ живет и за други своя душу положат, снесут Путин, а потом говорят, ё, да как мы ошибались, жили-то, оказывается, хорошо, а Космальцев нас обманул, блядьки дебилы бывают, просто жуткие, просто жуткий ты дебил, русский восстану, да, услышишь, что кто-то живет плохо и за други своя поперли, да, эх, блядь, как там у это, у Иоанна, да, нет больше любви, чтобы положить душу за други своя, да, так кажется, пишет, он просто пальмовое масло переел, да, это реальный чувак, который действительно переел пальмовое масло, у него там что-то в голове случилось, но он бы не стал письма писать, понимаете, значит, его сомнения гложет страшно, съедают его сомнения, поэтому он таким образом их отрабатывает, свои эти сомнения и комплексы, пытаются кинуть Мальцева, ну-ка, спорь мне, голубчик, нечего оспаривать, тут вообще нечего, понимаешь,